А московский Малый театр завершил гастроли в Казани. Напомним, репертуар привезли исключительный. Пять постановок, три из которых премьеры. Это «Пиковая дама», «Село Степанчиково» и «Самый ожидаемый спектакль», билеты на которые были полностью раскуплены еще за неделю, «Как обмануть государство». Спектакли прошли на сцене театра имени Галяскара Камала. Вчера московские артисты попрощались со зрителем комедии под названием «Наследники Робурдена». Альвина Солгораева перед началом спектакля побывала за кулисами. На протяжении девяти дней Малый московский театр радовал казанцев. Сегодня последний день их гастролей. Сегодня на сцене спектакль, который в Москве прошел на ура «Наследники Робурдена». Моя героиня идет на все. Народная артистка России Людмила Титова в этом спектакле играет роль одной из племянниц Робурдена – задериста грубоватую госпожу Фике. Вся история о человеческих недостатках, алчности и корысти. У героини Людмила Титовой только один порог, который таковым и не считается. «Она очень бедная, у нее есть дочь, которую тоже нужно выдать замуж». В спектакле тщеславного и изворотливого Робурдена воплощает народный артист Вячеслав Езепов. Его герой больше занят поддержанием своего внешнего имиджа, чем переживаниями за родственников, говорит актер. По его словам, сюжет спектакля печально узнаваем. «И это настолько бьет по тому, что происходит сегодня. Достаточно посмотреть телевизор, достаточно вообще оглянуться по сторонам, чтобы понять, что мы не выдерживаем испытания деньгами, квартирами, дачами, брат на брат и сестра на сестру». И на этот раз Малый театр порадовал шикарнейшими декорациями. На сцене, на этот раз, воссоздана атмосфера остатков былой роскоши. Это то, чем главный герой еще может привлечь друзей и родственников. «Они не подозревают, что сейф пустит!» «А что ты кричишь?» На сцене что-то среднее между фарсом и водевилем. Сочность актерских красок, откровенные акценты не столько на внутренние переживания героев, сколько на внешней бытовой интриге. «Мне, мне, 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 что?» Жажда обогащения и нетерпеливые ожидания наследниками смерти близкого человека. Борьба за несуществующее богатство превращает их в соперников, люто ненавидящих друг друга. «Я могу сказать по правде, доктор, ему было бы гораздо лучше умереть». Актеры Малого театра в восторге от казанского зрителя. Цитата «воспитанного, понимающего и интеллигентного». В будущем сезоне в репертуаре вновь появятся премьеры. Они обещали их обязательно привезти. Альбина Слагараева, Александр Лобанов, Столица.